Весеннюю косметичку Я бы сказала, что это такая сиялка для лица. У меня достаточно ровный цвет лица, поэтому мне его не нужно супер выравнивать тональным средством. Кроме того, в нем содержится очень-очень много микроблесток, которые распределяются по всему лицу и под любым углом, особенно на солнце, лицо просто безумно красиво переливается, блестит, но, наверное, не совсем то слово, оно сияет. Лицо с этим средством именно сияет, поэтому вот эту вот штуку я особенно люблю весной и летом. Также в моей весенней косметичке появился вот такой вот продукт Dior Skin Nude, это консилер под глаза. Он не очень плотный, он не сушит кожу под глазами, вместе с тем он достаточно неплохо справляется со своей функцией, именно перекрывание кругов под глазами. У меня номер 002 Беж, и, в общем, да, это средство идет со мной в весеннюю косметичку. Следующее средство, которое кочует из-за них моих фаворитов в другие, это бронзер от Benefit Hula. Оно однозначно попадает в мою весеннюю косметичку. Также весной мне очень хочется ярких красок, мне очень хочется красивого, такого сияющего лица, и поэтому в мою весеннюю косметичку попадает вот такое вот средство, тоже от Benefit, Fine One One. Это очень интересное средство, вот так вот оно выглядит, это румяна, здесь есть несколько оттенков, то есть такой персиковый и очень красивый розово-коралловый, и хайлайтер, то есть вы его наносите вот так вот, хайлайтер у вас остается сверху, и вот такой вот персиковый цвет, как бы ближе к бронзеру. И затем растушевывайте, либо пальчиками, либо кисточкой. Цвет получается просто волшебный, сейчас вы можете видеть его у меня на щечках, если вам, конечно, не знаю, будет ли вам видно. Очень красивый хайлайтер дает свечение, очень-очень натуральное. При смешивании вот этих вот двух оттенков тоже получается очень красивый, очень такой весенний нежный цвет, и очень мне нравится использовать это средство именно весной. Ну и также в мою весеннюю косметичку однозначно попадают метеориты от Герлен, это рождественская лимитка 68. Вот такие вот метеоритики, они делают лицо таким сливочно-розовым, придают очень красивый цвет лицу, и если классические метеориты, они больше придают именно сияние, то вот эти вот метеоритики, они придают цвет, больше я их использую на щечках, на лбу, и очень все это красиво смотрится. И как я уже сказала, весной мне очень хочется ярких, насыщенных цветов, поэтому для своей весенней косметички я выбрала вот такую вот палеточку теней от Dior. Просто невероятно красивые цвета, розово-сиреневые, как я люблю. Вот такая вот палетка. Цвета очень яркие, очень насыщенные, очень красивые. Именно такая вот палитра цветов очень идет, поэтому очень я люблю эти тени, и по-моему на весну и на лето вот эти вот тени, это просто мастхэп. Переходим к губам, и я думаю, моими любимыми помадами этой весной будут вот такие вот две помадки. Одна от Dior, вы ее уже тысячу раз видели, такой вот цвет, мой любимый цвет, мой любимый размер, в общем, да. И вторая помада, наконец-то я ее достала, это моя любимая весенне-летняя помада от Clorance. Очень красивый коралловый цвет, он очень красиво смотрится на чуть-чуть под загорелом лице, думаю, зимой она смотрится не очень, но весной, это просто шикарнейший цвет. И вот эти вот две помадки идут в мою весеннюю косметичку. Конечно же, лаки. Весной я очень люблю лаки вот таких вот оттенков, это яркий мой любимый коралловый лак, и это два лака от Essie. Такой нежно-нежно-сливочно-розовый и оранжево-персиковый цвет. Мне кажется, вот эти вот цвета на весну, это просто мастхевы, они очень красивые, очень женственные. Вот, девчонки, такая вот была моя весенняя косметичка, это те средства, которые я беру с собой в весну. Желаю вам солнышка за окном, желаю вам тепла, желаю вам хорошего настроения, улыбок, и до скорой встречи, пока-пока.